МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 5 июня 1164 года нового стиля, состоялось обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Во времена святого князя Андрея Боголюбского в Ростове шло широкое строительство, в том числе ставили новый каменный Успенский собор. И вот, когда рыли рвы для фундамента, нашли гроб, покрытый двумя досками. В недоумении открыли гроб и увидели лицо, светящееся славою, ризы на нем, как вчера надетые. Столько лет минуло, и не изменилось священное тело его. Так ростовщане обрели нетленные мощи святителя Леонтия, свидетелей и участника сложного дела крещения Северо-Восточной Руси. К тому моменту, как святой был поставлен на епископскую кафедру в Ростове, почти сто лет, как там был поставлен первый храм. Однако, как пишут, первый святитель Феодор и его преемник Иларион были с бесчестием изгнаны язычниками из города. И епископ Леонтий не убоялся участи своих предшественников. Его и самого, как утверждают летописцы, и били, и изгонялись гордо. Однажды пришли убивать толпой, но он с крестом в руках, он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие святителя Леонтия, перед грозившей смертью, остановили возбужденную толпу. А исполненное благодати его слова произвело на людей еще большее воздействие. И многие из них приняли святое крещение. И все-таки однажды, по указанию волхвов, пастырь был убит язычниками. Святитель был невероятно почитаем в Ростове. Позднее для его мощи изготовили уникальную вылитую золото – раку. Но та пропала в пору смутного времени. 5 июня 1650 года Ерофей Хабаров вернулся в Якутск из своего первого похода на Амур. Осенью он продолжил приводить к покорности многочисленные даурские племена на реках Амур и Зея. 5 июня 1744 года в Петербурге построена первая порцелиновая мануфактура. Впервые в России стали производить фарфор. А ведь только-только в Саксонии был открыт рецепт этого материала. 5 июня 1609 года в Петербурге на Знаменской площади был открыт памятник императору Александру Третьему. 5 июня 1610 года в воздух поднялся первый самолет российской конструкции – Гакель-3. На Гачинском военном поле авиатором Булгаковым совершен первый полет на русском аэроплане инженера-электрика Гакеля. Аэроплан является новым оригинальным типом, построенным исключительно русскими рабочими из местных русских материалов на Коломяшском ипподроме. Так газета «Новое время» довольно буднично сообщала о настоящем прорыве, первом полете истинно российского крылатого аппарата. Было это летом 1110 года. Яков Гакель был электротехником, изобретателем, который получил крупную премию за первый столичный трамвай. В 1909 году он пересел с трамвая на самолет, начал работу над первой своей оригинальной моделью. Однако успешным стал только Гакель под номером 3. Этот туполевцарского времени продолжал свои опыты и дали. Создал первый русский гидроплан. А в 1912 году на его машинах проделывали невиданное – совершали ночные полеты. 5 июня 1923 года подписан пятилетний договор между Народным комиссариатом земледелия и миссией «Нанс». Фридиоф Нансен известен не только как великий полярник-первопроходец своего времени. В 1922 году он получил Нобелевскую премию мира за организацию спасения голодающих в российском Поволжье. На этом путешественник и меценат не остановился. Миллионы полученные с премией он решил вложить в образцовые сельскохозяйственные станции все в том же Поволжье, под Саратовом, чтобы знакомить местных жителей с передовой агротехникой. В 1923 году он заключил договор к концессии с СССР. Правительство обещало помочь бесплатной землей и разными скидками. Нансен закупил массу тракторов и нанял обученный персонал. Однако весь проект очень быстро и ловко был удушен бюрократией. В хозяйство Нансена зачастили комиссии. Часть его персонала арестовали. Наконец, в 1927 году саратовский губы с полком объявил, что ликвидирует станцию. Якобы та себя не оправдала. Имущество благотворительного проекта было изъято в пользу трудящихся. 5 июня 1945 года в Берлине союзники подписали декларацию о поражении гитлеровской Германии. 5 июня 1988 года Русская Православная Церковь начала многодневное празднование Тысячелетия Крещения Руси. Таким был этот день 5 июня. Русская Православная Церковь.